не был у нас дома уже считай дней десять там с перелетами доминикана все замечательно готовить не надо продать это удобно приходишь питаешься но вернулись мы во первых я замерз посмотреть на меня вот я сижу я я я примерз и даже курточки я хожу по магазинам ничего там холодная не знаю климатизация второе друзья какой-то наступает продовольственный как сказать даже кризис вот так назовем не смысле продовольствия чтобы купить а в смысле чтобы употребить вот друзья хочу показать вам что из бизонов нынче делают а это тоже из бизона на этом фоне обычная телятина вообще как-то выглядит пошло вы видите друзья юка корешок мы столкнулись с ним в доминикане свет какие были наши впечатления от вот очень похоже на картошку гораздо больше чем сладкая картошка так единственно что он суховат и его вы хорошо каким-то соусом и вот мы сейчас приехали и стали покупать то что мы обычно едим а еще полакомиться что мы света едим и чем полакомиться ну во первых я хотела бы поделиться впечатлениями на курорте на курорте да надо сказать что из тех курортов где мы бывали это в общем-то довольно бедненький такой ассортимент был очень просто не было ни разнообразия ничего такого то есть было бедновато но в условиях того что это было бедновато это была вся не та еда который мы едим говоря вот таким научным языком да нам нужны медленные углеводы медленные хорошие углеводы там таких углевод вообще не это была проблема до таких углеводов вообще не было поэтому мы уже целую неделю существовали как могли заменяя то что можно заменить а то что нельзя заменить уже заменять чем попало но у белков там был хорошего мне белков нормальная рыба я всю неделю ела питалась только рыбы потому что остальным есть вообще не хотелось ни разу чекен не попробовал ничего вот но вернулись мы домой и в общем то хочется своего родного привычного вот возникает интересный вопрос меня люди часто спрашивают почему вы обращались к диетологам в россии например они обращались диетологам в америке дело в том что это вопрос вкусовых ощущений и вкусовых преференсов предпочтений предпочтений то что мы едим американцы этого пор не понимают а то что они предлагают для меня это вообще не съедобно поэтому мы даже на самом деле если и не обращались за персональные консультации то вы читали и когда мы читаем то что люди пишут волосы дыбом сейчас произошла очень смешная история буквально пять минут назад мы стояли в магазине уже в кассу чтобы платить вот мясо бизона который мы купили там телятину индюшку мы взяли фарш и значит на регистратуре там стоят журналы на кассе стоят такие журналы и на обложке журнала нечто безумно похожее на настоящее хорошие сырники может быть с изюмом или с какой-то ягодой хорошую картинку смотрели на эту картинку нас потекли слюни и я когда посмотрела внутрь это ничего общего сырниками не имел какие-то блины были но выглядело это все как сырники нам дружно захотелось сырников как мы не ели уже тысячи лет вот и поэтому мы решили сделать сырники но нам же нужны диетические сырники мы же не можем есть сырники какие попало поэтому мы сейчас едем в русский магазин за творог за творогом за нормальным творогом из которого получается нормально и тот творог как из которого нужно делать сырли делать сырники потому что американских магазинах нет такого творога с которым уже делал сырники значит мы покупаем этот творог более того я не буду его осластить ничем мы купили свежую голубику и это свежие ягоды эту голубику для того чтобы ее положить в живом виде в сырники ее нужно обвалять в муке муку мы тоже не будем использовать обычная а мы будем использовать муку сейчас как она называет кино кино у нас есть мука кино у нас есть сейчас мы купим творожок яйца естественно органические диетические вот и без всякого сахара но когда уже сырники мы пожарим после этого я их сверху посыплю заменителем сахара я прошу остановиться друзья вы видите вот опенхаузы вокруг таблички стоят сегодня воскресенье со всех сторон опенхаузы я свете может быть мы заедем она говорит мы должны покушать нет нам надо приготовить еду потому что у нас естественно пусто в холодильнике и мы тоже сейчас затоваривались на 140 долларов еду и но это еще не предел и не конец нет еще творог мы не покупали вот поэтому это будет абсолютно диетические сырники когда мы были на курорте и питались так по некоторым правилам то и сахар нормализованные был такой хорошие там и все а мы сейчас начнем вот ну как бы не по науке а по по понятиям питаться и как бы хуже не было нет но что такое по науке или по понятиям по науке по понятиям 200 грамм белка это самое практически без углеводов и клетчатка ну ну и так мы будем питаться вопрос том что там мы ходили вот что было замечательно вот эти люди которые напуганы нашим опытом жизни в этом резорте да он как раз нормально был это это юра переезжал даже не в этом дело не в этом но сервис там никакой там много таких всяких недочетов но там есть один большой плюс большой плюс связан с тем что гостиница находится у нее очень она очень узкая узкий участок вот этого резорта по отношению к океану да и очень глубокий и фактически для многих может это показаться неудобством что нужно ходить ножками туда-сюда 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 но для нас это был кайф и мы все время ходили и в день меньше 12-15 тысяч шагов мы не нахаживали нет легко это происходит абсолютно легко происходило вообще без напряга и вопроса когда тебе нужно пойти в столовую тебе нужно вернуться обратно то есть просто пройти все и я думаю что значительная часть хорошего сахара она как раз состоит в том что мы вот эти 12 15 тысяч нахаживали каждый день дома у нас так не получается на доме дома в лучшем случае 7000 да если мы вечером гулять получается поэтому нам нужен эксперимент если ты дома допустим неделю будешь нахаживать 10-12 тысяч тогда посмотрим на сахар потому что остальные разговоры это как бы получается не совсем тогда нужно не работать ну что друзья вот они творожки сейчас мы посмотрим как света будет выбирать знаете тут шумит он внутри я в холодильнике да я буду выбирать по ингредиентам по ингредиентам а вот израильские пожалуйста со звездой давида где-то пишут 2 рок а где-то пишут 2 рок смотри так в итоге друзья вы был попал на калифорнийского производства творожок почему свет он довольно жирный да то есть вот мы сравнили по составу да тут на 1 унцию больше больше жира больше жира потому что он из цельного молока так что но я исключительно пользоваться вот смотрите обратите внимание на еще он состоит тут просто культивированное молоко ну и все цельное молоко и все и соль больше ничего не было добавок и когда там еще сорбет какой-то иди знаю как это сорбет на что он влияет и как он вообще работает перед нами большой соблазн но светочка я тебя позвал вот зачем ты меня напрасно позвал нет и послушаю ты будешь специалист по украинской мове я прочту как я прочту а ты прочтешь как надо то есть я считаю так киев вечерний вечерний а ты давай ты прочтешь как-то у тебя че у тебя другое у тебя такое более мягкое че еще раскрыть киев вечерний вечерний